Всем привет! С вами Декоди и пару дней назад я сделал пост в сообществе, в котором написал то, что если наберется больше 100 лайков, то я сделаю перестановку в комнате и улучшу свое рабочее место. То есть, место ютубера. Да, ничего не могу сделать без вашего одобрения. Сегодня, по идее, должен был быть идеальный день, если бы не вот эта вот, да, трещина на задней панели, не знаю, как правильно назвать, телефона. Вот такая вот паутинка. Чтобы вы понимали, я просто положил его на стол, через 2 минуты снова взял, смотрю, а там появилось вот это вот чудо. Не знаю, может быть из-за того, что раньше я его как-то ронял, но, увы, теперь у меня телефон будет с трещиной. Что-то менять я не собираюсь, поскольку это не критичное повреждение, но, знаете, как-то не особо приятно, и я сегодня прямо, ну так вот, схватил такую приличную долю дизморали. На этом проблемы не заканчиваются, и моя светодиодная лента, которая верой и правдой отслужила 2 года, перестала гореть моим любимым фиолетовым цветом. Не знаю, что с этим поделать, скорее всего, какие-то проблемы в подключении. Теперь будет постоянно светиться желтым, что, конечно, меня немножко тоже огорчило, и это произошло вчера. То есть, вчера светодиодная лента, сегодня телефон. И еще одна проблема. Я теперь не могу записывать звук на камеру. Почему-то больше не подключается. Все, то есть, ну, я подключаю микрофон, а звук не записывается больше. Поэтому приходится записывать его на телефон, видеоряд на камеру, а потом все это сопоставлять в Premiere, ну, Adobe Premiere. Это, короче, капец, ребят. Ну, буду как-то выкручиваться, что поделать. И поскольку звук не записывался, я уже большую часть работы сделал. То есть, я собрал стол. Это оказалось довольно просто. Вот инструкция легчайшая. В соло удалось собрать буквально за 15 минут. Тот стол, который был до этого, я переставил сюда и разместил здесь все коробки, которые у меня есть. Потому что я люблю очень коробки от комплектующих. Вот я их так аккуратненько поставил, чтобы они были, ну, просто, не знаю, чтобы они просто вот так вот стояли. Они где-то на полу пылились. Хотя, какая разница? Ну, в общем, приспособил этот стол именно сюда. Новый стол я собираюсь ставить на место старого, поскольку вот этот кабель, он просто не даст сделать ничего другого. Ну, это изернетовский кабель, 7,5 метров. Все. То есть, здесь его максимальная величина. Ну, максимальная длина. Вот именно на этом месте, к сожалению. Я, наконец, справился. Это было очень долго. То есть, стол привезли где-то в 7 часов вечера. А сейчас уже, если посмотреть, 0,46. Прекрасно. Но самое главное то, что хотя бы до 4 часов ночи, именно, хотя нет, это уже утра, именно тогда, когда я ложусь спать, я хотя бы уложился в это время. Это радует. Что ж, пробую включать. Посмотреть, как это. Это очень круто. Блин, еще плюс комп, который, ну, будет стоять рядом. Нифига себе, блин, как круто это особенно на записи выглядит. А что он так долго включается? Видимо, это норма. Фух. Мне нравится пока что. Ну, давай, включайся, пожалуйста. Почему я раньше не додумался до столь очевидной вещи? Ну, чтобы ее именно приобрести. То есть, это не так дорого на самом деле вышло, но удобство, именно комфорт это добавило просто. Ну, я не знаю, невероятное количество. О, отражение. Отражение в системнике. Решил затестить, как это смотрится в ОБС. И, в принципе, все очень даже сносно. Видно вот светодиодную ленту, что очень круто. И плюс стало тупо удобнее. Ну, вот что еще могу сказать. Тупо удобнее. Я не понимаю, почему я раньше этого не делал. То есть, всегда была лень, откладывал на потом. И вот только сейчас у меня, скажем так, дошли руки. Еще раз, именно со стороны это выглядит таким образом. Короче, мне очень даже нравится. Вот.